Сохранение памятников архитектуры и современный подход в Шанхае возвращают к жизни улицу Юйюань в районе Чаннин. Она появилась на карте еще в конце 19 века. Здесь жили обеспеченные люди, представители высшего общества и звезды. Более десятка вилл внесены в список исторически значимых объектов. Правительство Китая заботится о сохранении этого наследия и о том, чтобы место отвечало требованиям времени. Подробнее об этом в репортаже далее. Этому зданию больше ста лет. В самом начале 20 века здесь проживал известный банкир. А сегодня на этом месте работает популярное кафе, куда с удовольствием приходят и гости Шанхая, и местные жители. Я бываю здесь минимум трижды в неделю. Раньше любил Старбакс или Коста-кофе, но настоящий дух Шанхая ощущается только в этой кофейне. Когда сидишь здесь, сразу начинаешь фантазировать. О чем думали люди сто лет назад? Причем цена аренды площадей в историческом здании значительно дешевле, чем в небоскребах по соседству, говорит хозяйка кафе. Когда я впервые пришла сюда, меня удивили необычные растения по обеим сторонам дороги. Известно, что эта улица имеет важное место в истории. Здесь жили многие знаменитости и чувствуется притягательная атмосфера. Еще недавно здесь был совсем другой пейзаж. Вдоль дороги располагалась масса нелегальных сооружений. В октябре 2015 года власти района решили обновить это место. Идея заключалась в том, чтобы придать Юйюань, Шик и Лоск, которые были здесь век назад. Чиновники тесно сотрудничали с бизнесменами в этом вопросе. Таким образом, здесь начали появляться кафе, книжные магазины, галереи искусства. Более 20 компаний разместили свои офисы на улице Юйюань за последний год. Наша задача – отреставрировать и обновить техническую базу сооружений так, чтобы сохранить старину и при этом сделать место современным, комфортным и привлекательным для потребителей. Бывший завод мы перепроектировали под площадку для каворкинга. Если правительство поощряет стартапы, то должно быть вдохновляющее место для работы. И очень символично, что это всё происходит именно на Юйюань. Около вилл старинной улицы появились таблички с QR-кодами. Перейдя по ссылке, можно почитать историю каждого дома. Линь Цинь живёт на Юйюань больше 60 лет. Говорит, теперь улочка выглядит очень симпатично и ярко. Стало гораздо культурнее. Я частенько захожу в книжную лавку, посещаю выставки и концерты. Мне и соседям вполне по душе такой стиль жизни. Мы с друзьями сами хотим дать небольшой концерт. Чтобы произвести такую ландшафтную революцию в китайском городе, требуется немало сил. Всем сторонам нужно прислушиваться друг к другу. Жителям, властям, инвесторам, начинающим бизнесменам, архитекторам, художникам. И тогда в результате получится такой уникальный уголок, который привлечёт и туристов, и лучшие умы, а значит процветание. Василиса Лукашевич, CCTV.